Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире спортивного канала НТВ+. Тележурнал «Железный фактор». В студии для вас работают Роман Жабелов и Игорь Филиппович Петрухин. Доброго здоровья! Работает слово достаточно условное, потому что наша жизнь связана с бидоболлингом, с разгибателями, сгибателями, с ширятелями. И, в общем, всё то, что в той или иной степени определяет истинные достоинства, так хотел сказать, истинных мужчин, хотя забывать женщин, в данном случае, по меньшей мере, неприлично. Но если серьёзно, на самом деле, вновь событие, которое привлекло наше внимание. Это международный турнир Гран-при Атлетик Альянс, проведённый хорошими людьми. Люди, которые в столь непростое время только для поддержания, так хотелось сказать, штанов. Но, наверное, не совсем правильно. Для поддержания штанов наших культуристов. Да, да, да. Тратят, собственно, немалые деньги. Немало деньги для того, чтобы порадовать вас, нас и так далее. Но вот целая семья сейчас. Вот такая абстрактная семья. Абстрактная семья, да. Единомышленников. Это шоу-группа Дмитрия Ешанкина. Дебют, который на культуристической сцене состоялся на чемпионате Москвы. Но сейчас мы видели фрагменты их выступления. И мы плавно переходим к произвольным композициям. Это та самая часть соревнований, которой мы посвятим сегодняшнюю передачу. Итак, на сцене номер один по списку Максим Гаврилов в Санкт-Петербург. Игорь Федорович, он шокировал вас своим нижним видом? По глазам вижу шокироваться. Я хочу как раз по поводу прописки Максима сказать, что извечная тема, модно что говорить о Питере. Жить в Питере. Так вот, по поводу Питера как раз хотелось сказать, что всегда спортсменов, будь то мужчины или женские особи, всегда отличала большая культура присутствия на сцене. Сразу видно, что культурный человек. Да, не плюется, не курит, уже за это можем поблагодарить его. Но вот эта сноровка его в передвижении, она в общем-то несет менее отпечаток места проживания. Потому что извечная тема культуры, хотя даже на самых крупных международных турнирах, порой доблесть представителей Германии, Италии, Италии, да. Она не отличалась никогда какой-то классикой. А способ передвижения и замена одной композиции одной позы на другую смыто, залито. И если бы все это оценивало с точки зрения большого производственного процесса, профессионального, то я думаю, что как раз эти недостатки были бы, как раз пошли бы в минус представителю Санкт-Петербурга Максиму Гаврилову. Юрий Гудсон из Латвии сменяет Максима Гаврилова. Кстати, вот Игорь Федорович, продолжение темы интеллигентности культуристов. Я хочу вам напомнить о существовании такого великого мистера Олимпия Френка Зейна. Всегда его называли суперэстетом, интеллигентом. Но когда я увидел, как он поглощает Биг Мак на редавней Олимпии... Да, перед этим минут 40, перед этим рассказывал о культуре питания и предлагая за приличный день купить его книгу. Я помню, что это были очень широкие жесты. Дело в том, что, конечно, Биг Мак это не самое страшное, что можно съесть, но тот вид внешний, с которым он это все поглощал, далеко... Да, Матеранса, который, кстати, упоминая больших бодибилдеров, бастонский бегемот, выступая на профессиональной сцене, отличался не только своей огромной голенью, но вот вытянутым языком. Читая это очень харизматично, оригинально и во многом своей популярностью, по крайней мере, он объяснял, что именно вот он не боится, не стесняется, и вот это делает, и поэтому очень любим желанием для семинаров, частных семинаров по всему миру. Ну, как-то все это сошло на нет, он потерялся совершенно, и даже язык его, в общем-то, не спас от приглашения. Ну, а если говорить серьезно, то если это все оправдано, если любое движение связано с любой частью тела, несет какой-то знаменатель, имеющий отношение к бодибилдинге, помогающий раскрыть сюжетную линию, то, конечно, мы приветствуем. Андрей Кухарчук, чемпион Украины, чемпион Европы. Наблюдаем с вами тенденцию к танцевальности в произвольных композициях. Юрий Гудсон и Кухарчук стараются удивить публику. Вот что интересно, как только мышечные массы и размеры не позволяют вести себя более лояльно к общественности, более уверены в своих доблестях и предпосылках, то начинаются поиски в телодвижениях. Но это ж неплохо, Игорь. Не, несомненно. Это интересно зрителям. Граждане интереснее смотреть на огромный кусок мяса. Я думаю, что вот этот спортсмен, не обладающий большим куском мяса, вышел бы и изображал классику, то, я думаю, это, конечно, было бы нарочито. Большой вызов для общественности, для своего присутствия на сцене. Разумеется, Маркус Ролл не сможет так никогда плясать. Чисто по физиологическим причинам. Я думаю, что его понимание себя сегодня в бодибилдинге, оно даже бы не рассматривалось серьезно. Всегда, когда я смотрю на фотографии или на выступления Кухарчука, возникает удивление по поводу того, насколько внешний человек мало похож на профессионального культуриста, насколько хорошо сложен, ну, можно сказать, красивое тело, так накачал, накушал и вместе с тем является чемпионом Европы. То есть тенденция налицо. Все-таки любительский культуризм, он поворачивается правильным местом к своим почитателям. Ну, об этом можно спорить, можно на тот период времени, когда он взял это звание. Не подъехали более серьезные ребята. Такие, как Сергей Козин, наверное, из Новоуральска, мастер спорта. Большой, я позволю даже себе сказать. Крупный мужчина. Крупный, да. Не обоснован широкие дельты, заработанные страшными жимами, разводками. Хорошая спина. Хорошая спина, да. Неплохие руки. Где-то нашел интересную музыкальную композицию. Музыкальная композиция вообще фантастическая, да. Вот ребята, приезжающие вот оттуда. Из Новоуральска? Ну, и не только. Они как тут были, так народным промыслом занимаясь. Они считают, что образ, собственно, можно раскрыть как раз ближе к народу. Это для англоязычной публики. Переход. Ну, я думаю, что у себя дома, на родине, несомненно, очень уважаемый спортсмен. Трудно представить вот такого спортсмена в Мекке Бодобиленге, там, лет 40 тому назад, на самом деле, сейчас. Парень у вас, ну, скорее, может быть, даже он член местной думы. Они думают о сакральном для своих земляков. Впервые между седами. Артёмом Ивановым. Да, Санкт-Петербург. Зажигательный. Ну, по крайней мере, интересный. Это как раз та самая культура, про которую мы, на самом деле, хотим и не хотим. Мы всегда должны говорить, разглядывая, внимательно разглядывая участников соревнования по Бодобиленгу с пропиской в Санкт-Петербург. Ищет ребята себя. Не всякий находит, но поиски всегда происходят, и это очень приятно. Ну, человеку, который не имеет опыта наблюдения за подобными вещами, всё-таки, наверное, кажется, что ненормально, мягко говоря. Ненатурально, ненатурально Бодобиленгу. Своеобразно. Ну, а в чём своеобразие, в таком случае? Давайте спорим. Представляете, человек, который никогда не видел крупных мужчин. Так, и? В гриме коричневом. И делающих такие выгрутаться. Ну, какие-то фривольности увидели? Да нет, просто понимание рядового человека, бодибилдинг, это что-то такое вот, как... Ну, вроде Халдинг. Да, Халдинг. Расставил руки, большой, крупный, с серьёзным лицом. Может, взлететь. С такими крыльями. Да. Не человеческие какие-то руки, не находите, Роман? Хорошие руки, но... Большие. Но, видимо, в этом году всё-таки Халдину не удалось выйти на пик формы. Насколько хороший он был в прошлом сезоне, настолько потерялся в этом. Ну, музыка соответствующая настроению. Он всё-таки суперзвеловес. Да, взгляду на жизнь. Классические какие-то такие, не находите, формы. И все позиции такие на взлёт. Покрытие сцены возвращает нас в 60-е годы. Да, да, не сомневаюсь. Да, да, не сомневаюсь. Пол характерный был. Да, да, да. И пол характерный, и вот вытянутые пальцы ввысь. Как сейчас помню себя, в 65-м году в Лужниках стоя на каком-то постаменте. В каких же жёлтых плавках? Нет, у меня леопардовые были. Леопардовые? Потом примерно то же самое было. Это всё было преисполнено некой коммунистической идеей? Это должно было быть? Всё было правильно, тем более, что этот снимок пошёл в журнал французских пожарников. И после этого весь мир узнал о вас, о существовании российской комиссии. Да, да, и там внизу было приписано следующее. Будет ли участвовать Монсеньер СССР Игорь Петрухин в чемпионате мира? Вопрос был настолько риторическим, причём я даже не ожидал такой формы, которая могла позволить мне ответить правильно этот вопрос. Хочу ли я быть участником? Ну вот сейчас на наших, на ваших с нами, с вами экранах Дайниус Барзинска, Литва, естественно, Литва. Чудная республика, республика, которая впервые в далёком 66-м году приняла московских культуристов на сэшн такой. И до сих пор не хочется их отпускать. Каждый год приглашают. Да, да, да. Насколько я помню, Игорь Филиппович, вам присылали. Чудные, на самом деле, люди, люди, которые верны бодибилдингам. Они помнят свою историю, в отличие от россиян. Да, да, да. Вот сейчас назови, проси у... Кто был первым? Да, кто был первым. Естественно, у них найдётся такое количество первых, что придётся тоже обратиться к Владимиру Ивановичу Дубинину. Владимир Иванович, на что Владимир Иванович мудрейший человек, мудрейший человек, он всегда поднимет высоко глаза. Это неважно. Это неважно. Это неважно. Главное, что мы вместе сейчас. Мы все вместе. На самом деле, это неважно уже. Я с упоением могу рассказывать о себе, о соревнованиях в Екатеринбурге, которые были притечены, наверное, всех формальных и неформальных соревнованиях. Провёл их тогда ректор Уральского университета, двукратный олимпийский чемпион Аркадий Воробьёв. И победил этот самый первый конкурс в 60-м году. По-моему, какой-то лыжник. С чем это связано? Ну, это было случайно, он не был даже. Он пробегал мимо на лыжах. Да, в факультете, да. Аркадий был очень суровый человек, Аркадий Воробьёв. Он требовал максимально... Аркадий Воробьёв. Аркадий Воробьёв. Аркадий Воробьёв. Аркадий Воробьёв. Субтитры делал DimaTorzok Он хотел рассказывать про хитросплетение аминокислоты и креатина, а на что он, по-моему, не повелся. Все-таки какие-то мысли о допинговом скандале в российском спорте присутствуют в голове великого чемпиона Алексея Лисукова. Лисукова, мы все-таки не пропустим и скажем о нем свое суровое мнение, а мнение на самом деле высокие материи должны нас постичь. Как, впрочем, в прошлой передаче, когда были сравнения, удивление и радость, что вот на российском поклоне 21 или 20 лет? 21 год, и я у Алексея спрашивал в свое время, мол, как ты проводишь свободное время, он говорит, ну, тренируюсь, отдыхаю, кушаю, не хожу на дискотеки, не нравится мне это дело. Вот, глядя на то, как он позирует, можно поверить в эти слова, что они хотят на дискотеке? Ну, дело каждого верить, а не верить, но я думаю, что для того, чтобы сделать такую форму, на самом деле, свободное время для дискотек. Нет, я не столько о форме, сколько об умении позировать. Ну, роман. Такие движения, какие движения вы только что наблюдали? Вот Виктор Шамин так не сможет. Не скрывает. Не сможет. А, я думаю, что не скрывает, что он любит дискотеки. Диско? Диско. Музыку диско. А вы любите музыку диско, Роман? Сейчас не об этом. И вместе с тем, вы тоже имеете отношение к тяжелоатлетике и бидболдингу. Вот я не случайно задал вам вопрос, вы понимаете. Мы, помнится, много лет тому назад делали передачи, посвященные звездам большого профессионального бодобилдинга. И как раз музыкальный ряд, с которым сопровождая тренировочный процесс, имел место быть как отдельные передачи. Так вот, многие культуристы первые, кто всегда определяли степень и важность музыки в период тренировок. И какое предпочтение, кто кому отдавал. Но в основном парни с Америки, это рэп, парни черной кожи вообще предпочтение было жесткому такому рок-н-роллу, ну и так далее, и так далее. А некоторые наши ребята до сих пор хранят верность диска. Ну, уже сколько лет, уже лет 15, они выступают по одной точке композицию. Видите, я не случайно задал вам вопрос. Причем, по-моему, передают этот диск. И так граничное это все. Передают этот диск из рук в руки. Из рук в руки, затертый причем. А может быть и кассету. Как глазированный сырок тот самый, да. Радость для семьи Шаминах, радость для фанов, появление после пятилетней разлуки со сцены. Кстати, вспоминается вам, из какого фильма данная композиция? Прошу прощения, я вас перебил. Я к кинематографии отношусь. Из фильма Рокки. В какой части этого фильма? По-моему, во всех частях. Это заглавная композиция, слегка обработанная. Но Шамин выбрал такой себе вид лирического героя, вернувшегося ради победы. Задумчивость лица энтузиазма бодибилдинга. В народе его назвали доктором. Человек, очень много сделавший для развития российского бодибилдинга. А что конкретно? Это очень многое сделано. А вот что-то конкретное. Ну, он долго работал, например, с Юрой Мельниковым. Он долго работал с Сережей Шелестовым. Этого достаточно. Я думаю. Просто может быть некоторые из наших зрителей, которые следят за каждой передачей, упустили этот момент. Ну, а Шелестевый Мельниковым? А Мельниковым нет. Все знают. Я просто акцентировал внимание на том, что этот достойный человек работал с такими людьми, как Шелестов и Мельниковым. Роман, обращайтесь, если будут такие же насущные вопросы, которые будут теребить вашу душу. Игорь Васильевич, у меня вопрос следующий. Вот достойные ребята выступают на сцене, на красивой сцене, на хорошем полу. Кто судит? Судьи кто? А суди сегодня были настолько знаковые в мире бодибилдинг. Вот Шелестова мы видели. Каменский Вячеслав, судья всероссийской категории. Рома Дудушкин, судья всероссийской категории. И чемпион Европы по бодибилдингу. Да, кстати. Игорь Завьялов, когда-то рекордсмен Европы. Москвы. Рекордсмен Европы, по-моему, был. Нет. Игорек был в жиме. Одним словом, он был лифтером, мягко перешел в бодибилдинг. Потом занялся коммерцией, очень успешно. Боулинг опять-таки перешел. Да, 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 да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Патта, Петриашвили, Санкт-Петербург. Хорошо, хоть нет лесгинки. Характерный музыкальный ряд. В далеком 75-м году, не к месту, может быть, пометуя приезд в Соединенные Штаты группы российских актеров, эстрады. И среди них была Орера. И вот когда грузинские актеры, выйдя на американскую сцену, запели грузинские песни на английском языке, то вот на следующий день в обзоре местной печати было замечено, оставалось только вынести шашлык, вино и зелень. В противном случае трудно было бы понять настоящие грузинские песни на англо-саксонском наречии. Ну вот я думаю, что Патта в этой связи и пропиской своей Санкт-Петербурга, и мудростью своей не пренебрег истин предназначения культуриста и не ушел в дебри культурных корней своей национальности. Большой, серьезный, но, наверное, не более, будем откровенны. Да, к сожалению, все-таки присутствуют изъяны положения. Вот Виталий Александров, который сразу был судьями замечен и сразу как-то очень активизированно выступал лидером. Чем это вызвано, мы права не знаем. Уважение к Латвии, конечно, дело серьезное. Или, может, что-то мы не видим. Ну, очень достойный спортсмен, но, мне кажется, по-моему, скромному мнению, все-таки Александр Кадзоев заметнее, заметнее, более эстетичный, лучше держит позы. В конце концов, земляк. Да и земляк. Что немаловажно. Вот, например, американцы, они стесняются этой темы, да? Да, он, может быть, не совсем, но он наш. Конечно, я понимаю, с Жукой это очень интересно. В некоторой степени даже оригинально, но здесь, в общем-то, тема-то низкоинальная. Татьяна Васильевна Филиппича, хочется поздравить латвийских товарищей. Буквально за несколько недель до этого турнира Дмитрий Михайлов, известный активист бодибилдинга в Латвии, возглавил тамошнее отделение IBB. Вот, привез такого достойного спортсмена, как Александров Виталий, в Москву. Злые языки препятствовали данному. Причина. Можно осветиться? Ну, наверное, какая-то зависть. Вот не знаю, что ответить. Почему препятствуют появлению достойных ребят на нашей сцене? Ну, почему, когда очень достойные ребята приезжают из Литвы, с Украины, с Польши? Мы всегда не противовес встречали. Нет, россияне очень положительно относятся, и зрители были благодарны приезду этих ребят. А кто же против этого, Роман? А вот, как ни странно, некоторые мелкие функционеры, они ставили... Давайте не будем называть имен. Из российских чиновников? Из российских, да. Ну, понятно. Пусть это останется на совести. На их совести. Да. Я в этой связи хочу сказать, что Латвия, Литва и Эстония – это те самые республики, которые вместе с Москвой и Санкт-Петербургом первыми двигались к сегодняшней декаде третьего тысячелетия. И я думаю, что успехи сегодняшних спортсменов – это, в общем, заложенный кирпич прошлых-прошлых лет. Ну, а все, что я услышал от вас, Роман, несомненно, мне помешает сегодня спокойно заснуть, но я думаю, что это неправильное решение. Андрей Попов. Продолжение следует... Итак, серьезные ребята вновь на сцене. Алексей Ильсуков расталкивает своими дельтоидами соперников. Вы нас ждали, мы и подошли. Мне показалось, что Дима сказал, что падение. Не очень удачный свет опять. Совсем неудачный, абсолютно верно. Наш зритель страдает от такого... Страдает, прежде всего, сами спортсмены от неграмотности организаторов, которые вот таким образом решили помочь подсветить тело. Зачем эта дама может шептать своей соседке? Мне, в принципе, интересно, постоянно было наблюдать за дамами, которые приходят вдвоем, втроем на эти соревнования. Знаете, это уже не какой-то внутренний микромир, они живут в этом, живо обсуждают все, что происходит на сцене. Неужели дальше этого не идет у них? Нет, они последними уходят из зала. В надежде? В надежде насладиться действием. Вот выход в зал, кстати, очень оригинальный выход из ситуации. Да, мы... Опа, позвольте так. Серега все так же с любопытством смотрит, да, с любопытством наблюдает за вот этими сильными мышинами. Ему интересно все-таки, да, все время. Вот наш скепсис, роман с вами, ну, совершенно необусловлен нашим нигилизмом. И негатив наш в никоем мире не дает. Да какой же это негатив? Да. Это мы любя. Олежка. Похудел. Чемпион мира, ныне хоккеист. Да, да. И просто хороший человек. И Сергей Шелестов. Сергей Шелестов опрометчиво вышел в белой рубашке. В майке Каспаре. Пятое место. Это не является рекламой на нашем канале. Мне кажется, Сережа теперь должен будет нам немного продуктов Каспаре прислать. Сергей Шелестов награждает господина Леонова. Бронзовая медаль. Бронзовая медаль. За четвертое место. Проникновенно как-то вот Димочка произнес это. Не согласен, мой взгляд. Ну, все-таки остались три спортсмена Кадзоев, Лысуков и Александр. Кто автор этой скульптуры? С кого лепили? И сейчас, Игорь Шелестович, мы обязательно об этом поговорим. Придим, премьер. После эфира. Ну, а за третье место награждается Алексей Левсков. Молодец в пальме. Все-таки. Молодой, талантливый. Приятное в общении. Награждает его Каменский. И Дмитрий Чижов справа. Вячеслав Каменский. Александр Кадзоев завоевывает лишь второе место. По-моему, расстроен, не согласен. И победителем, как вы понимаете, стал Виталий Александров. Немного обескуражен. И за первое место золотую медаль и чек из рук Михаила Дьяконова получает Виталий Александров. Гость из Латвии, который, к сожалению, для нас увозит в свою страну. Самый престижный среди любителей гран-при Атлетики Альянс. На этот год. Конечно.